Группный план 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 Но, однако, мы столкнулись с проблемой дефицита импортных контейнеров. Оборудование приобрели в Китае, но доставить его в срок до завода уже у нас не получилось. И там отсрочка была порядка 6 месяцев. Из-за коронавируса, насколько я понимаю, да? Да, эта проблема была у всех импортеров, в том числе и по поставке иного оборудования. Вот наши партнеры, соседние предприятия также столкнулись с этой проблемой дефицит контейнеров. То есть, вроде товар готов к отгрузке, но нет возможности его отгрузить в свои времена. То есть, это была общая такая беда. Ну, только в январе 2021 года оборудование уже приехало на наше производство. И вот сейчас мы его успешно монтируем. Данная проблема у нас полностью будет исчерпана. То есть, больше отходы не будете складировать, а будете их сжигать? Да, совершенно верно. Будет установлен теплообменник, который будет отапливать наши цеха. И складирование отходов вопрос, в принципе, закроется. У нас их просто не будет. Все будет утилизироваться в печи и закрытым способом. И никому никаких проблем это, в принципе, не будет причинять. В претензиях Минохраны природы говорилось о том, что штрафы какие-то на предприятие будут наложены. Либо предприятие даже приостановит свою деятельность. Насколько я понимаю, вас не закрыли, не приостановили. То есть, предприятие продолжает работать. В настоящее время расследуется уголовное дело с сотрудниками Следственного комитета. С целью установления виновных лиц. Проводятся экспертизы, по итогам которых будет принято уже решение, что с нами делать. Но мы принимаем все усилия для ликвидации данных последствий. Сейчас ведем переговоры с Россельхознадзором по поводу возможных способов для возмещения причиненного вреда. То есть, либо это культивация почвы, посадка каких-то растений. Но местность данная, в принципе, она была брошена. Забылочистая, поэтому ждем экспертизу, что эксперты нам скажут. И по результатам уже будем принимать активное участие в ликвидации данных последствий. Все-таки, вот я уточню, проблема была именно в том, что отходы складировались и лежали не там, где нужно, или были еще какие-то претензии? Вопросы возникли по складированию отходов и из-за того, что произошло возгорание. Но ввиду того, что класс опасности наших древесных отходов – это пятый, то есть… То есть, это самый маленький, наверное, да? Самый, да, безопасный для экологии. Но посмотрим вследствие пожара, какой мы ущерб могли причинить. Если он был, то будем экстренно принимать меры к восстановительным процессам. А я правильно понимаю, что вот эта ситуация, она стала возможной, ну, в некотором смысле, из-за того, что вот есть ваши инвесторы китайские, да, есть вы, и есть разные отношения, что ли, да, к законодательству природоохранному? Потому что про китайских инвесторов часто рассказывают страшные истории. Это как-то связано с тем, что, ну, может быть, ваши инвесторы, они немножко так сказали, ну, ладно, может быть, закроют глаза на это. Все-таки мы налоги платим, мы рабочие места даем. Реакция учредителя была на этот счет, конечно… Ну, он переживал, это первый момент. И второй момент – он искал хотя бы какую-то площадку. Кстати, мы установили, что ближайшая площадка находится в поселке Даровском. Ну, я не знаю, на следующий день она работает или нет. Сколько расстояния между Котельничем и Даровским? 70 километров, где-то 60 в одну сторону. А поблизости, в районе Котельничем, вроде бы у нас край дерева переработки, но места для складирования и утилизации данных видов отходов просто его нет. У иностранного инвестора менталитет разный, разный подход к ведению и развитию бизнеса. Но в настоящее время мы учимся взаимодействию и объединяем уже наш такой накопленный опыт для дальнейшего успешного развития компании. У инвестора, конечно же, в целях-то образцовый завод сделать. То есть изначально еще в 2017 году он сюда приехал, когда фирму организовал. Он уже говорил, что завод будет постепенно, там, в течение пяти лет мы его выведем, как образцово-показательный. А то, что допускается небольшое нарушение, вроде, ну, он не мог предвидеть тех последствий, которые могут наступить. Может, даже запрос был от вашего инвестора на то, чтобы как-то погрузиться в дебри российского законодательства, может быть, чтобы кто-то в этом помог. Для предпринимателей же проводят курсы, да? Может быть, для инвесторов такие же нужны? Да, хотелось бы рекомендовать организовать образовательные курсы, но это касается всех инвесторов, которые приезжают к нам. Зарубежных именно, да? Да, на примере, как фонд поддержки предпринимательства оказывает молодым предпринимателям. Я в 2009 году, когда регистрировал свой бизнес, обращался за помощью, именно мне разъясняли все нормы права, которые у меня будут касаться в первую очередь. И также иностранным инвесторам можно при регистрации новых компаний рассказывать основы, основные законы по форме налогоблажения, о трудовом праве и так далее. И все вот эти вещи связаны и с проверками, и экологическим законодательством тоже, потому что, наверное, они в разных странах разные. Да, и чтобы на первом этапе у него было уже понимание о российском законодательстве, и будет понимание, что власть поддерживает и не стоит в стороне от бизнеса, а помогает ему развиваться, что он не один. Не брошен. Да. Да, Мария, а как-то Центр поддержки экспорта вот в таких проблемных ситуациях предприятию может помочь? Понятно, что к коронавирусу, наверное, никто не мог подготовиться, да, вот так, чтобы подселить соломки везде, где это можно. За консультациями может ли к вам обращаться предприятие, с которым вы плотно, тесно работаете? Ну, конечно, может обращаться за консультацией, но мы занимаемся помощью предприятий по выводу... Продвижению на рынке. Да, выводу продукции на экспорт, это поиск новых покупателей, различные юридические вопросы, экспертиза контрактов, развитие на электронных торговых площадках, обучающие мероприятия, для того, чтобы вывести продукцию на экспорт. Ну, вот конкурс «Экспортер года», итоги его подвели, по-моему, в марте, если я не ошибаюсь. Предприятие «Лестрейд» стало одним из победителей, по-моему, 30 предприятий там было, да, победителей? Да, у нас было 33 заявки. Высокотехнологичное производство, как-то так, по-моему, звучит номинация, да? Высокотехнологичная продукция. Продукция, да. Это связано, прежде всего, со способом производства или с самим видом продукции? Это, конечно, связано с видом продукции, потому что есть приказ Минпромторга России, которым утверждён перечень продукции, которые относятся к высокотехнологичной, и мы рассматриваем все заявки, какие к нам поступили, смотрим отрасли, и уже в зависимости от количества заявок, от количества заявок по конкретной отрасли, мы распределяем их, например, высокотехнологичная продукция, лесная промышленность, сельское хозяйство. И, учитывая, что продукция относится к высокотехнологичной, большие объёмы, большой охват рынка, поэтому было принято решение комиссии отнести к данной категории. Дмитрий, вы в конкурсе «Экспортер года» заявлялись на участие с какими задачами, с какими целями? Ну, в первую очередь, продвижение собственного продукта, привлечение новых покупателей. Нам интересны европейские рынки, и благодаря этому участию у нас возникают очень деловые, такие, так скажем, встречи и переговоры, на которых мы движемся к намеченной цели. Вот это звание «Экспортера года», оно даёт, ну, такую своеобразную звёздочку, что называется, да, там, знак качества какой-то, да, для предприятия и для ваших покупателей. Конечно. Мы рекомендуем участникам нашего регионального этапа дальше подавать заявки, участвовать в федеральном конкурсе, это также даёт дополнительный балл для участников. Ну и это, конечно, неформальное общение, возможность пообщаться с такими же экспортерами, как ты, и приятные призы. Ну и плюсом, конечно же, обмен опытом, это то, о чём говорит Мария, да, возможность пообщаться. Дмитрий, дальше пойдёте с конкурсом? Обязательно. Обязательно. Обязательно у нас есть чем дальше удивлять. Движется процесс, разрабатываются новые у нас виды продукции, поэтому я думаю, что мы не остановимся. Ну мы про новые виды немножечко попозже поговорим. Я хотела ещё спросить Марию, а вообще ваше знакомство с Дмитрием, оно состоялось в момент, когда предприятие здесь запускалось, или всё-таки немножко позже? Я думаю, наверное, позднее немножко, когда предприятие узнало, что есть центр поддержки экспорта, и обратилось к нам за услугами. Вы помогали в продвижении продукции компании или строить на каких рынках? Мы делали поиск покупателей в Индию, выводили на электронную площадку Фордак. Предприятие регулярно участвует в наших обучающих семинарах, поэтому дальше планируем обратить внимание на европейский рынок. Если мы говорим про европейский рынок, то это прежде всего какие страны? Я думаю, наверное, Италия, Испания, Германия, Великобритания. Это не Восточная Европа, это Западная Европа. В Западной Европе, насколько я помню, мы с Дмитрием это тоже обсуждали, был принят закон, который запрещает использование пластиковой посуды, и как раз ваша продукция им в помощь. Но перенесли они на 22-й год реализацию, скорее всего, это тоже связано с основной коронавирусной инфекцией, поэтому пока так нас проверяют. Зато есть время подготовиться. Да, и они готовятся, ну и у нас появился лишний год для установки необходимого оборудования и подбора персонала. Необходимое оборудование, о котором вы говорите, это оборудование для производства какой именно продукции? Это столовые одноразовые деревянные приборы. То есть это уже готовая продукция? Готовая, упакованная. Это будет конечный продукт, который будет конкретно уже покупателю. На европейских рынках. А чего удалось предприятию достичь в 2020 году? Может быть, вот в начале 2021-го. Несмотря на коронавирус, все равно же не останавливалось, наверное, предприятие. Да, предприятие, слава богу, у нас не останавливалось. Проблем с этим у нас не возникло. Мы приняли многочисленные меры по профилактике этой коронавирусной инфекции. Не допустили распространения ее среди рабочих. И у нас получилось, оборот компании вырос, как я и на том эфире обещал. Со 184 миллионов мы закончили 293 миллиона. Это у нас первый квартал 2021 года. Ну, как бы за год мы взяли этот период расчетный. По количеству сотрудников тоже самое. За аналогичный период у нас получилось 180 человек было. Сейчас 210 человек. И у меня нехватка рабочих мест порядка 60. В котельниче. Да, то есть создано 60 рабочих мест, которые мы еще не подобрали персонал. А на 2022 год планируется еще плюсом где-то около 80 человек. Что касается высокотехнологичного производства, у нас работает сейчас линия с программным обеспечением, которое сама сортирует качество заготовки. То есть линия из 12 станков и обслуживает 4 человека. Уже компьютер по многочисленным критериям отбирает от бракового, от посортности 1, 2, 3 сорт. И планируется столовые принадлежности также увезти на данное оборудование, которое в настоящее время в Китае еще только разрабатывается. И каждый день происходят тестирования, доработки. И вот мы ждем, когда данное оборудование уже мы сможем приобрести и ввести в Россию. Я думаю, что мы будем одни из первых, кто данное оборудование привезет. А примеры таких предприятий у нас в области, насколько они широко, Мария, распространены? Чтобы оборудование из Китая и продукция в Западную Европу. Но у нас два таких предприятия в регионе, правильно, Дмитрий? В регионе два, но, насколько я слышал, еще три запускаются в этом году. Собираются делать, да? А насколько вообще тяжело работать с рынками зарубежными вот сейчас именно, в 2021 году? Ну, конечно, тяжело, потому что не все рынки вышли из локдауна. Кто-то уходит, какие-то предприятия все еще закрыты, кто-то на удаленке. Поэтому есть, конечно, небольшие сложности, но предприятия приспосабливаются и находят разные варианты. Возникают также проблемы с транспортом. До сих пор эта тема не решена, вопрос не решен. Поэтому есть сложности, но решаемые. Мы говорим про проблемы с транспортом. Это проблема с отгрузкой, с доставкой продукции, правильно? Да. Туда, где она будет реализована. Это одна из основных проблем у всех предприятий. Логистические вопросы, как довести свою продукцию до покупателя. Все логистические компании предприятия ищут самостоятельно. А вы как-то даете наводки какие-то, куда можно обратиться, где можно посмотреть? Нет, конечно, мы можем узнать у такого же предприятия, например, в регионе этой же отрасли, с кем они работают, как у них уходит. У нас были вопросы, например, по границам. Идет сейчас, вы знали, что с Казахстаном были проблемы с границами из-за того, что предусматриваются проходы в транспорте, в автомобильном. Мы пытались наше предприятие предупредить, чтобы они избежали этой проблемы и не встали на границе. И многие звонили, спрашивали, да, что нужно. Мы отправляли документы, что нужно предусмотреть, поэтому с такими вопросами обращаются. Когда началась коронавирусная инфекция и также было непонятно, где какие очереди на границах, нам с этими вопросами звонили. Приходилось мониторить ситуацию в ежедневном режиме, наверное, да? Да, 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 была горячая линия создана с российским экспортным центром, мы постоянно были на связи. А в целом 2020-2021 год, вот предприятие чему научил, Дмитрий, ваше? Насколько нужно соблюдать меры санитарной безопасности? Я думаю, что мы это и в быту все поняли, да? А чему еще? Диригирование полномочий? Диригирование полномочий у нас работал весь на удаленке, то есть мы наладили компьютерную связь, так скажем, и у меня сотрудники, находясь каждый по своему месту жительства, общались, работали в 1С программе, и никаких проблем у них, в принципе, с этим не возникало. Также расчет зарплаты, там, отчисления, отчеты, как бы все происходило без задержек, без заминок, и все своевременно. Вот это один из таких положительных моментов, которые мы получили. А так, производство, в принципе, расширялось, увеличивалось, и объемы, и рынок сбыта у нас, все шло, как запланировано. Мы с вами в прошлой, по-моему, программе говорили про покупателей из Индии, если я не ошибаюсь. Это были не единственные покупатели, тем, насколько я помню, вы еще отгрузили через петербургский, по-моему, порт, да, ушла ваша продукция, ваша партия. Это первый наш опыт работы с Индией, а второй наш опыт как раз с помощью Центра поддержки экспорта Кировской области. Мы привлекли нового клиента с помощью программы поиска клиентов. Произошел у нас диалог, они к нам даже приезжали в апреле месяце, посмотрели наше производство, посмотрели качество, тут же заключили контракт, отправили предоплату, и сейчас планируется отгрузка. То есть все произошло стремительно, быстро и уверенно. Что это за программа, Мария? А это наша услуга, поиск потенциальных покупателей за рубежом. Приходит к вам предприниматель, говорит, у меня есть вот такой товар, я купец, ищите мне покупателей. Мы садимся и начинаем думать, либо он знает, куда он их собирается экспортировать, либо предприятие только имеет какие-то представления, что их продукция будет пользоваться спросом на конкретном рынке. Мы делаем выгрузки, смотрим аналитику, оцениваем и запускаем эту услугу по поиску покупателей. У нас есть специализированные организации, подрядчики, которые именно занимаются поиском покупателей, делают рассылку, проводят переговоры, помогают с подготовкой коммерческих предложений, с переводчиками. В случае с Дмитрием и компанией Лестрейд, вот эти товарищи из Индии, как они нашлись? У них запрос какой-то существовал? Нет, наша подрядная организация делает выгрузку, делает именно срез потенциальных покупателей, делает масштабную рассылку, начинает прозванивать, предлагать продукцию именно конкретного предприятия, на нашем случае Лестрейд. И если потенциальный покупатель заинтересован, он соглашается на переговоры. Переговоры мы в Зуме проводим, и уже более детально обсуждаются условия качества продукции, условия отгрузки, условия оплаты. И так они нашлись? Так они нашлись. Что за предприятие в Индии? Из какого города? Из столицы. Из Дели, получается, да? Какой запрос у них? 114-я палочка для мороженого и маленькая ложка для мороженого. То есть они там тоже мороженое едят? Мне казалось, у них там тает всё вообще. Единственное, у них была просьба, качество слишком высокое, им бы надо качество похуже, а цену пониже. То есть они просят подешевле, чтобы была возможность большему количеству покупателей предложить тот товар, который будут производить уже производители мороженого. Они нам предложили подумать над тем, чтобы ухудшить входное сырьё и получить хуже продукт, чтобы они с большим удовольствием его охотно брали. Что же вы им сказали? Мы сказали, что над их предложением мы обязательно подумаем. Подумали? Или пока ещё думаем? Ну, мы на самом деле рассматриваем вариант строительства филиала где-то ближе к лесу, ближе к сырьевой базе, чтобы уже балансы, дрова, то, что неликвид идёт, как бы перерабатывать, раскручивать и производить товар. Но это вопрос не быстрый. Это нет, не быстрый, пока происходит поиск площадки, поиск электрических мощностей, утилизация этих же отходов, чтобы была возможность. То есть уже мы как бы опытные в этом плане ребята, очень досконально к этому подходим, чтобы не было лишних трат. Есть ли какие-то сейчас планы помимо Западной Европы и вот этой вот истории с покупателями из Индии? Куда вы ещё планируете двигаться или, может быть, уже даже намётки где-то есть? Вот буквально сегодня наши партнёры на российском рынке предложили мне несколько вариантов на экспорт. Они переходят сейчас на палочку для размешивания кофе, то есть от палочки для мороженого они отказываются, и поделились своими рынками. И вот сейчас мы начнём переговоры с Мексикой, с Арабскими Эмиратами, то есть они поделились своими контактами. Будем в ту сторону теперь смотреть. Ну ещё Пакистан очень ждёт, когда будет возможность прилететь в Кировскую область, посмотреть нашу природу, нашу продукцию. Ждём с большим нетерпением, когда это будет возможно. Они уже бедные у нас где-то год всё вот хотят к нам попасть. В ожидании. Да, но пока не получается. А это распространённая, да, сейчас проблема, Мария, получается? Когда не может та сторона к нам ехать в страну. Конечно, конечно. Причём это и покупатели, и пусконавка импортного оборудования, проблемы. У всех проблемы. Мексика это, конечно, очень далеко. Вот с точки зрения логистики, вы немножечко начинали об этом говорить, по-моему, до нашей записи. Как вообще вы отгружаете вашу продукцию, как она уходит до покупателей? Что касается Индии и потенциально Америка, Мексика, мы через первый контейнерный терминал работаем. То есть здесь у нас есть надёжные контрагенты, которые спокойно наш товар заберут в котельничье и уже спокойно в Питер увезут. Там погрузят на судно и доставят до адресата. То есть это уже нитку мы согласовали, у нас проблем с этим не возникает. А что касается всех остальных, вот история, например, с тем, что пытаются по железной дороге какие-то грузы отправлять, я так понимаю, что есть проблема у наших предприятий, которые на экспорт работают. Мы коснулись её в феврале месяце, то есть мы отгрузились в феврале, а контейнера уехали в середине марта. И та же история, отгрузились в начале марта, контейнера уехали в середине апреля. То есть такие срочки, задержки у нас возникают, потому что нет согласования с железной дорогой накладных. Ссылаются на то, что именно на пограничных пунктах большая пробка. Да, большая пробка. А пробка связана, как уже пограничный пункт говорит, из-за коронавирусной инфекции. Мария, вот в этой ситуации может ли Центр поддержки экспорта оказать какую-то консультационную помощь, например, ну вот с юридической точки зрения, да? На кого накладываются штрафные санкции или, может быть, они не накладываются в такой ситуации, когда коронавирус и когда не по вине предпринимателя происходит задержка? Всё, конечно, прописано в договоре и все форс-мажоры должны быть предусмотрены международным контрактом. Это всё вы помогаете сделать? Да, экспертиза контрактов, также наша услуга. Мы можем помочь, проверить и перевести контракты. Почему важно поддерживать вообще предприятия, которые работают на экспорт? Ну, то есть мы понимаем прекрасно, да, вроде бы вот эфемерные налоги там, да, это ещё что-то. А развивать рынки вовне для Кировской области почему важно? Есть какая-то задача на государственном уровне, которая поставлена? Есть, конечно, и задача развития несырьевого экспорта, но центр «Мой бизнес» помогает не только экспортерам, мы, потому что часть этого центра, мой бизнес вообще помогает предприятиям Кировской области, а мы, как центр поддержки экспорта, конечно, помогаем и направлены на поддержку экспортеров. Конечно, важно всех поддерживать, и поставлены задачи, и существуют национальные проекты, в рамках которых мы работаем. У нас задача нарастить несырьевой, неэнергетический экспорт. Если мы говорим о предприятии, которые переработкой древесины занимаются, я так понимаю, что на уровне Кировской области это уже вот внутри нашей региональной задачи такая поставлена, да, в том числе несырьевой экспорт? Нет, у нас, мы поддерживаем все отрасли, наоборот, лесная промышленность достаточно, у них всё понятно, и опытные предприятия, у нас есть пул вообще, очень много маленьких предприятий, которые только начинают выходить на экспорт, у нас задача им в большей степени помогать и их продвигать. А крупные предприятия, опытные предприятия сами экспортируют, иногда, конечно, обращаются за нашими услугами, потому что знают, какие у нас услуги есть, и мы им приятный бонус, например, что-то можем помочь, что-то подсказать, какую-то услугу оказать. Для вас, Дмитрий, история с зарубежными рынками была бы возможна без внешней поддержки или нет? Ну, если бы мы вас узнали раньше, то мы бы с 2018 года бы начали сотрудничать, как раз вот когда мы составляли эти первые контракты, когда Центробанк там разворачивал эти контракты, отправлял на доработку движения валютных средств, тоже там между банками как бы возникают определенные сложности. было бы гораздо быстрее, проще и оперативнее, но пришлось нам тут самим вникать, разбираться, и вот в 2019 году мы уже начали сотрудничать. Да, международная сертификация, что касается европейских рынок, затронули эту тему, необходимо проходить сертификацию, то есть ICO мы сейчас в данный момент проходим обучение ISO 9001 и FSSC 22000, то есть это пищевые сертификаты, которые просит Европа, то есть им не так важно видеть качество, как важно видеть, что безопасность, у нас все риски учтены и отработаны. И в плане менеджмента мы серьезная компания, поэтому обучение у нас уже происходит, 8 месяц идет, из-за пандемии тоже сроки сместились, и впереди нас ждет еще реконструкция всего завода, то есть нам надо очень много внедрить, переделать, мастерские, вход, выход, очень много служебных помещений надо полностью перестраивать, и даже цеха коснется, то есть как бы такие серьезные вещи, и также вот Центр поддержки экспорта, я думаю, нам поможет в плане договора, отношений с аудиторами поможет подобрать проверенных, надежных, а по системе лесной сертификации, FSC 100%, мы уже этот опыт получили, и первый контрольный аудит мы прошли уже при поддержке Центра поддержки экспорта. Я немножко расскажу, да, мы софинансируем международную сертификацию, с этого года мы можем софинансировать и менеджмент качества, тоже сказал Дмитрий из СО 9001, 80% оплачивает Центр поддержки экспорта, 20% оплачивает предприятие самостоятельно. Вот эта история, она, как я понимаю, обязательно, да, при выходе именно на европейские рынки или вообще при выходе на зарубежные рынки? Для каждой стороны, конечно, своя сертификация, для Китая это один сертификат, для Европы это другой сертификат, в Америку может потребоваться третий, поэтому все сертификаты, которые требует покупатель, мы оплачиваем. Получается, что для каждого нового рынка предприятию нужно оформлять отдельный сертификат по требованиям именно того рынка? Ну, например, халяли, да, у нас есть специальная сертификация, ну, практически-то это так. То есть нет такого, чтобы, например, предприятие однажды прошло сертификацию и все во все страны? Ну нет, например, FSC это, конечно, для Европы, это не для конкретной страны, это для Европы. Для всего Евросоюза. Да, для всего Евросоюза. Ну и то, FSC получает предприятие, но ежегодный аудит, за который тоже надо платить, и мы также оплачиваем и аудит ежегодный. По поводу FSC хотел еще сказать, вот у меня год назад был диалог с Великобританией, мы договорились на встречу по скайпу, мы увидели друг друга, поздоровались, и они первый вопрос задали. FSC 20 тысячи, будьте любезны, отправьте нам скан, либо покажите фотографию. На что мы сказали, а мы над этим работаем, они, о, окей, все, и как бы трансляция у нас закончилась, переговоры остановились. Да, потому что сертификат долго получать, сложно, иногда бывают замечания, которые нужно устранять, то есть это может быть не один приезд аудитора, поэтому все покупатели понимают, что это длительный процесс. Именно поэтому они, например, начинают искать каких-то других поставщиков. Конечно. Потому что... Мы им предварительно это отправили образцы, они их получили, увидели качество, и они предложили, давайте мы с вами пообщаемся. Но диалог был буквально две минуты, и мы поняли, что без этого нам все-таки не существовать дальше. В общем, сертификат это такая очень серьезная штука, о которой надо задуматься любому предприятию, который на экспорт работает. Спасибо большое нашим гостям, Дмитрию Мальцеву, директору компании «Лестрейт» и директору Центра поддержки экспорта Кировской области Марии Зеленцовой. Я очень надеюсь, что коронавирус все-таки закончится, весь мир привьется, и бизнес будет работать так, как мы работали до 2020 года, и не будет задержки с отгрузками товара, в том числе и с Кировской области, с зарубеж. До свидания. До свидания. Спасибо. Крупный план.